и что образование в желудке описание что образование располагается по передней стенке область угла желудка протоколы 2 плюс 20 указан как это немножко углубленная форма по гистологии там что дали мере дифференцированного персонала так мы видим много желчи низко дифференцированные что по гистологии дали сразу педальку с компой естественном она тоже понадобится мы в принципе на самом деле вот если вот как сейчас было огромное количество пены там и чтенько прямо внутрь через вот это же канал ирригационный мы подаем из помидран в банку мы не добавляем его в чему поскольку это иногда приводит к залипанию вот этого сопла водовоздух если концентрация высокая иногда бывает вот такая проблема при том мы перестали это делать время от времени нас возникает с этим проблема и мы так скажем на эндоскопе вы имеете на а на каких эндоскопах залипает на самом деле мы сталкивались и на пентаксе но фуджинона у нас нет в отделении потому как ведете фуджинон сказать не могу но и пентакс олимпус в общем-то грешили этим периодически по крайней мере когда у нас происходило забит в сервисы и одной другой компании грешили на из помидран я уж не знаю насколько это так может быть там больше до средства например виновата но в пункте больших объемов но сейчас я еще не до конца не отмыл давайте красоту наведем двенадцать сперта я захожу что в опять-таки бракену избыток желчи диагностики нас в данный момент не очень интересует это можно стезиологов попросить тоже атропин сейчас перестаньте к не соглашкой что если вдруг только нельзя менять а так всегда иван юрий говорит что грубо говоря аналог бускопана появился внутривенной форме бускопан мы конечно же так это по-тихому таскали когда-то и могу сказать что все-таки сравнение с атропином ну не он хорошим наверно в первую очередь хороший компонент гамбулаторных пациентов но когда мы идем на операцию все равно мне больше импонирует применение атропина более выраженный эффект так ну ладно сейчас не буду совсем и дело добиваться на основное мы все убрали но уже так почище стало да это вот мы видим в какой-то явно бросается в глаза очаг белестоватый здесь нарушение рельефов причем по сути разированием изъязвлением и таким вот валиком вокруг если посмотреть на антральный отдел мы видим что здесь все такое белесая кишечная эндоплазия сейчас перестальтика проходит здесь конечно смущает что это белесая кишечная эндоплазия очень такой четкий край имеет и макая чтобы изъявление которая верифицирована как карцинома карцинома вообще целом у нас карцинома чаще всего если дифференцирована красная не белая и вот этот очаг это все-таки не имеет отношения это просто кишечная эндоплазия после начала со стороны пока очень четкий край как как демаркационная линия однако здесь это не карцинома вот у нас ну вот все-таки наверное опухоль карцинома заходит туда на эти под этими очагами до распространяется под очагами кишечной гвозди левая в левой части я не вижу как граница четко она видна а вот это вот ну так чуть правее по центру картинки вот такое языком так уходит наверх там рисунок более соответствует опухолевому и вот тоже надо забирать и он стране вот здесь границы трудно понять да где вот язык и который сейчас придется чтобы чем-то показать им нужен дистанционно сложно говорить вот понятно что вы увидели это явные изменения здесь у нас идет демаркация и похоже что вот здесь где граница вот здесь непонятно где граница что вот эта граница верхняя где провожу вот она фактически все это надо резюцирует надо понятно что мы еще отступим вот здесь общая перестаньте просочить вот так четко тоже видно границу да вот но с учетом того что вот здесь граница не четкая здесь я бы сказал что развернусь за перестаньте ровно пациент вот это справа непонятно да вот справа непонятно все сомнения в пользу расширения здесь в отличие от пищевода у нас есть площадь куда размахнуться и вот этот участок хотя я не вижу явных признаков сто процентов но меня вызывает сомнения но рельеф вот несколько нарушения рельефа плюс на перистальтики как-то не смущает меня вот еще плюс ко всему смотреть смущает вот эта подтянутой схватки но коллеги выполняли эндозе говорят что там прослойку под слизистой есть да я правильно ничего не путаю хотя вот так вот маркоскопически вызывает ну так сомнительно нет ли здесь глубокой инвазии потому что вот эта схватка натянутая часто бывает при признаке уже более глубоком инвазии так ну давайте разметимся то есть я в целом на самом деле ну наверное два таких подхода можно так озвучить бывает я лично все сомнения в пользу операции эндоскопической трактую кутив поскольку если мы у нас со звуком все в порядке олег борисович олег борисович вы меня слышите за его слышу я слышу да да мы просто вас не слышали проверить так размечаем да я вас слышу это ваш любимый нож для желудка правильно наверное да кутип которым мы чаще всего работаем в желудке во всяком случае я почитаю что вот здесь конкретно карцинома нет я все равно это очаг заберу и вот здесь самое главное у нас вот здесь сомнительные опять перепутал кнопку извините сейчас проверочка или что границы тогда я вступаю побольше сначала всегда работа там где ну так скажем границы очевидны обозначая вот у нас похоже идет демаркация меня такое ощущение ну из-за строения опухоли конечно вот на сто процентов не видно из-за того что накладывается это вот здесь у нас аппарат не зум зум бы наверное бы здесь помог бы почетче разобраться но мне сейчас я сейчас стою с запасом с запасом судила видна демаркация здесь краеведенда здесь видно да вот сейчас мы его в зону диссекции вовлекли так закрыть может почистить и нет не самая удобная зона для операции потому что доска практически под прямым углом здесь я сейчас даже не знаю как удобнее будет ходить наверное все таки отсюда отслаивать вниз образование задача это сделать инъекция циркуляр но вот я уже здесь думаю как я буду с какой стороны подрубаться думаю что это будет сверху сверху начнете скорее всего именно диссекцию скорее всего отсюда когда где у нас гравитация будет помогать надеюсь не уверен если все что-нибудь помогать здесь корейка пачком будем делать тракцию кстати давайте-ка прежде чем я начну делать инъекцию день клопачок чтобы потом времени тратить да давайте клопачок вы используете какой сейчас это стандартный для диссекции клопачок для диссекции 4 метра минут именно так называется клопачок для диссекции компании фан медикс которая продает компании двумя отверстия всего отличительной чертой от олимпися это уже два отверстия чтобы туда быстрее поливалась потому что иногда это действительно прямо проблема открываемся без команды ничего не делаем сейчас топ еще отходим ну вот такая хорошая трофея что видимо глубоко первое движение обычно желтки сразу легко попадаешь слой стоп здесь не с первого движения полем вас также инъектора фан медик сходим они мне больше нравится чем например эндоплекс более острая иголка в желудке это не столь принципиально вот в толстой кишке когда тоненькая стенка надо попасть в отслистый слой аккуратно вводим то в общем-то это становится принципиально стоп иницируем сейчас если не ошибаюсь гиалурон куда для гиалуроновую кислоту в общем развили развили разводим пополам в противном случае очень перено в любом случае рекомендую собрать маленькие шприцы и слюрлоком чтобы можно было навинчивать и не срывало избыточного такого давления шприц не расплескивать драгоценную гиалуронку в лиц окружающих я обычно накачиваю довольно таки приличное количество она потом растекается и есть у нас хороший слой монтральном отделе иногда бывает вот это даже периферические потоки хватает вообще на всю диссекцию с небольшими добавлениями через нож видите подкалываюсь еще если желудок подздуть у нас здесь с этой стороны острый угол атаки соответственно на первый взгляд это более выгодная зона для входа в подсвечный слой пойдем Входим. Стоп. Входим. Выводная трофия у нас очень быстро убегает, даже несмотря на то, что гелоргальная кислота, этот холмик становится таким полуднем. Почему это происходит? Атрофия, рыхлый подслистый слой, он такой небогатый волокнами, и очень быстро происходит распределение раствора. Желудки разные же бывают, правильно? Бывает убегает, а бывает нет. Все пациенты разные. Да, все верно. Так, у нас настройки все те же самые, стандартные, эндокатай. Открываемся. Для желудка эндокатай. Я здесь, да, эндокатай эффект также три. Ну вот я в кишке, я никогда не применяю эндокат, как эндокат. Я на самом деле все время режу. Такие короткие импульсами нарезки работаю. А вот в желудке, если у нас что-то пытается кровить, если у нас есть жировая ткань, то я иногда, например, поставил ногу и просто держу на педальке, работаю на режиме именно эндокат. В кишке это я не люблю делать по причине того, что все-таки там нет крупных сосудов, там, как правило, нет такой значимой проблемы с кровотечением. Но есть проблема с заходом под слизистый слой, его не заваривать. В желудке жиром наоборот. Под слизистый слой, как правило, выражен хорошо. Здесь нет такой проблемы войти в него. Однако есть проблемы с кровотечением. Поэтому здесь, наверное, режим эндокат, так скажем, предпочтительнее, чем просто резко. Начал я снизу, опять-таки, потому что здесь острый угол атаки, чтобы так уверенно войти в слой, было ощущение вот этого такого провала ножа. При этом я сильно не нажимаю на стенку. Я, на самом деле, нож так чуть-чуть подтаскиваю на себя. Хоть мы и подкололись, но можно таким избыточным усилием, длинным ножом, все-таки уйти глубоко. Поэтому я, в общем-то, так вот не стараюсь упираться. Поверяем, что у нас все хорошо. Ну, там, хороший, хорошо. Здесь наполненный гиалуронкой слой подслизистый. Очень такая приятная гелиоподобная структура, на самом деле. Чем она хороша, в отличие от других растворов на гиалуронке, тем, что меньше пузырьков газа. Она такая, так более цельно выглядит, так сказать. И меньше артефактов, которые там что-то скрывают, сосуды. А вот сейчас метки мы не видим, да? Метки, а, вот они, вот они, да. Все, все видели. Устанавливается, глядывает, что я смотрю уровень, куда мне идти. Поскольку мне здесь, ну, можно так вывернуться наоборот, но мне будет очень неудобно манипулировать с винтами, поэтому я так короткими такими движениями иду. Ну, это, соответственно. Здесь тут жировая ткань, и, как всегда, жировая ткань там, да, выражено достаточно? Да, вот здесь точно так же мы можем видеть небольшое количество жировой ткани. Это не прикольно, потому что, собственно говоря, она, видите, такой наградой дает значимый, и хуже прорезается, хуже, соответственно, прогулируются сосуды. Первый вот этап, по-моему, наметили себе границы, прошел. Сейчас я пройдусь по циркуляру, ну, так заглубляюсь, отсекая какие-то поверхностные сосуды для того, чтобы лучше сделать ракцию лоскута со всех сторон. Уже потом буду штурмовать образование. Скорее всего, вот с верхнего, ближе к малой кривизне отдела. Сейчас у нас свитка гулять, в когуляции просто я ее провариваю вот эту зону с жировой тканью, и там сосудик поднялся. Вот сейчас белесая мышца вне показалась. Хорошо видно уже. И сейчас я вот ножом, как крючков, работаю немножко на себя. Прямой угол атаки опасно, можно уйти в мышцу, поэтому... Жир еще плов тем, что линзу спачкает, периодически приходится иногда выходить. Мы используем для этого эти ватные палочки. Иногда берем, применяем автомобильную такую химию антидождь, я не знаю, насколько это законно. Смазываем линзу, чтобы с нее вот эта вода, пропитанная жиром, быстрее скатывалась, меньше сгрудняла нам обзор. Вообще существуют специальные какие-то растворы у фирм-производителей для оптики, но в каталогах как-то я их что-то не встречал. Я не знаю, может, я ошибаюсь, Евгений Ильич, продают такие или нет? Ну, я не знаю, чтобы продавали у нас на рынке такие сейчас растворы для оптики. По идее, они, казалось бы, должны быть. Да, я уверен, что они есть, но, как всегда, не у нас. Мне кажется, что у нас на рынке никто не предлагает такого, да? Мне не попадалось. Надо почаще спрашивать представителей фирм, а то они, наверное, забывают про наши нужды иногда. Ну, скорее всего, они просто это никто не регистрировал, поэтому... Ну, да. А вот мы видим опять немыслимые волокна. Мы понимаем из-за этого глубину необходимую. Сейчас нет. К тому краю тяжело подходить. Я сейчас начинаю работать чуть ножом, так? Сейчас мы осмотримся, так что-то пытается... А это как раз нашла зона дизлеровая ткань. Вот она, как всегда, и... Пытается подправить. Сейчас мы ее протагулируем. Осмотрим дефект, что у нас пока получается. Так, давайте почистим ножик. Вот я беру дым. Оглядимся. Нередко бывает, что в области угла желудка мы работаем вообще на сдутом желудке. Чудренин, лужин. Но посмотрите, вот сейчас я... Видите, я уже могу легко зайти в подсвечный слой. Да, да, шикарно сейчас выглядит шикарно, по-свечному. Если я сейчас энцюфлирую воздух, то вот этот эффект пропадет. Сузится, да. Слой, когда будет сужен. Подлезать, видите, я его не цепляю, он мне соскальзываю, и надо резать как бы под себя. Поэтому я сейчас сдуваю желудок. И будем работать на сдув. Это тоже такой момент, когда... По неопытности... Ну, то есть в диагностике главное это раздуть хорошую энцепляцию, чтобы все увидеть. И, соответственно, психологически, открываемся, сложно прийти к тому, что нужно сдуться. Наоборот, тебе кажется, что чем лучше ты энцюфлировал, тем лучше увидишь. Но вот для иногда работы, с точки зрения без контроля за слоем, десюфляция бывает важнее. И, соответственно, все дело в нюансах. Это как раз та часть эндоскопии, где они чрезвычайно важны. Мышечный слой. То есть очень важно понимать вот эту глубину, на которую нам можно погружаться. Вижу сосудик, сразу применяю превентивно коагуляцию. Пока нам не понадобилось приходить на сорт коагуляции. Опять десуфлируем. Все-таки вопрос, как часто вы моете оптику? Потому что она все-таки вот становится грязной, особенно когда много коагуляции и жировая ткань. Вот сейчас я, когда десуфлировал... Удалось смыть немножко сейчас, да? Да, да, да. То есть если бы сейчас не удалось, я бы, скорее всего, вышел бы и протирал бы оптику. Хорошо, что у нас канал 3.2. На самом деле, я считаю, что эндоскопы, гастроскопы, пентекс имеют явное преимущество для этих операций перед олимпосом. Это канал. Они вообще, в принципе, более верткие, чем у олимпоса. То есть лучше тяги работают. У олимпоса пока новый аппарат тоже неплохо, но, к сожалению, быстро заканчивается, растягивается. Пентекс понадежнее в этом плане. И ты канал 3.2. Это то, что очень важно для возможности манипулирования хорошего. в желудке с разных позиций. Давайте сюда подколемся. А какой аппарат олимпоса вы с каким аппаратом сравниваете? А я сравниваю и 190, и 180. И вот сюда, да? Продуваемся. Вот. Потому что у нас ничего плохого... Да, промываемся, промываемся. Олимпос... Нет, закрыть нож. Закрыть нож. Моемся. Ага. Так, стоп. И сейчас давайте... Нет, все дело. Давайте. Олимпоса отличное оборудование. Но я уж не знаю, почему, но, может быть, конкретно в наших руках открываемся. Но тяги почему-то очень быстро становятся. У меня такое вот нарекание есть. При том, что нагрузка у нас... Ну, грубо говоря, одинаковая идет, что Пентекс, что Олимпос. И в последнее время я особенно сломал ардию. Я предпочитаю взять эндоскопы Пентекс, если, ну, скажем так, логистически нету... Иногда бывает, там, ситуация наделения не дает выбора, какая стойка свободна, то и применяем. Если выбирать, то Пентекс, на мой взгляд, в приоритете для диссекции, по крайней мере, в верхних отделах точно. Ясно. Понятно. Это у нас нижний край, да, что ли, получается, сейчас, для наших зрителей еще? Ну, это мы, вот видите, мы сейчас проходим. Да, это мы с ним. Мы скоро будем подходить к этой язвочке, естественно, я... Да, вот эта зона самая интересующая, да? Да, интересно, будет ли у нас какие-то проблемы с слоем или нет. Пока я хочу, чтобы этот вот, ну, лоск вот полностью, так скажем, отвисал, отрабатываю. Так, ну, вот, опять-таки, тоже, что Кутип люблю, достаточно агрессивно. Агрессивный нож, желудок позволяет, то есть, тут и стенка толстая, и сосуды крупные. Здесь, как иногда, надо так хорошо когулировать. Вот эта площадка, она иногда очень помогает. То есть, более выраженная зона. Можно мне вот табель какой-то убрать? Вот этот, а то у меня все время на педаль попадает, и я... Если начинать включение, я всегда стараюсь сначала клапачком прижать. Здесь мне, честно говоря, не показалось, что какой-то значимый сосуд. Я показал, что достаточно небольшой. Ну, давайте, в принципе, у нас конференция, демонстрация возьмем щипцы. Мне кажется, можно справиться легко и нажать. Ну, если есть щипцы, то лучше, наверное, их взять. Не такая дорогостоящая сложная вещь. Переходим на режим соп-когуляции. Опять канал 3.2 здесь хорош в таких ситуациях, потому как... Теперь мы берем, ищем наш сосуд. Вот не попал. Где-то правее. Так, открываемся. Открываемся. Берем. Опять не попал. Надо увидеть, откуда кровь поступает. Открыть. Берем. Где-то близко уже, мне кажется. Да, вот сейчас по ощущению, что немножко придушили его. Не полностью, но... Так, ну, подкогуляция. Режим, как напоминает, софт-когуляция. Иногда, когда там сосуд рядом, бывает его достаточно. Прихватываем чуть-чуть когуляции, потому что сбоку попадаем. Так, открываемся. И перехватим все выше. Берем. Этот сосудик я его вижу сейчас тоже. Извините, я даже перепутал. Мне кажется, что... Все, да, это вот веточка кровела. Все, забираем щипцы. Убираем жидкость. Поскольку мы... Вот это минус работы на сдутом желудке. Мы должны иметь все время чистый просвет. Вот это все, даже небольшое количество крови. Она нам будет очень сильно мешать. Поэтому нам приходится сейчас отвлекаться на то, чтобы убрать. Не мешало нам ничего взору. Сейчас у меня есть желание уйти на край. Чтобы можно было вот эту язву, если будет проблема, атаковать не только вот с этой стороны, но и... Это соль, да? Вот сбоку. Так. Берем тот же ножик. Сейчас сделаем инъекцию. Потому что я слой вижу, но... Водим. Водим. Стоп. Даже небольшое количество жидкости сейчас начинает мешать. И сюда сейчас подколемся. Водим, вводим, вводим. Хорошо. Стоп. Следующий, надо колпачком открываться. Колпачком делать тракцию. Так, переходим на режим сифт-когуляции. И периодически он виднеется в сосуды. Может быть, все-таки уже помыть оптику, как вы думаете? Расширь, я сейчас... Ну, сейчас там немножко... Я хочу просто зацепиться за лоскут, пока... Когда позицию ловишь, всегда не то что боишься, но и терять не хочется. Потому что здесь стою не очень уверенно. Вот сейчас только лоскут начинаю формировать. Да, это мышечные слои хоть. Ставить, как крючком немножко подцепить. Вот это крючок может... Что у нас? Пожалуйста, опять же пересталькировал пациент. Вот я хочу с этого края влезть. В общем-то, ощущение, что... Некто еще разделаем. Должно легче пойти. Здесь шикарный последствий слой. Да, вот здесь, когда ловишь на натяжение, четко видно зону работы. Немножко коагуляции. Вот видите, минус вздутого желудка, что все время что-то подтекает. Более низкая часть, условно говоря, по горизонту. И нам натекает все время жидкий. Приходится все время такими урывками работать с паузами на аспирацию. Слой видно, вот хорошо. Сосуд проходим на прогуляции. Это было сложное место, где не подвернуться. Хороший сосудик тоже. Ну, все, вроде зацепились за лоскут. Мы это место прошли. Сейчас я уже полпачком удерживаю лоскут с опухолю. Пока на всех участках. Мы еще, конечно, под эту язву не зашли, но пока на всех участках. Нормальный, хороший слой. Никаких ни фиброза, ни инвази. Кстати говоря, фиброз от инвази не отличить. Мой призыв, что если вы напарываетесь на какую-то зону, которая... Где толком плохой слой, думайте, что... Ну, все, это точно инвази. Я бы, как всегда, рекомендовал не горячиться. Если выбрали такую стратегию, лучше закончить удаление лоскута, потому что я в своей... Ну, знаете, как всегда, личный опыт, он всегда важен лично для вас. И здесь я дважды остановился и два раза ошибся. Я был абсолютно уверен, что это инвази. Оказалось, нет. Закроемся. И с тех пор я сказал, что если уж я, вводим инъекцию. Если мы пошли на диссекцию, мы в любом случае удаляем препарат. И чтобы морфологи уже отвечали на вопрос, если нет, чтобы макроскопически ответить, открываемся на этот вопрос. Уверенно сложно. Трубцы, которые могут быть на фоне хронического воспаления в прямой кишке, в желудке, это не редкость, они запросто могут быть. И могут симулировать с собой лодинный компонент. Пока что вы так идете, что окажется, что одинаков мастеристый слой. То есть мы до язвы не дошли еще? Какие ощущения? Где язва? Вот она, язва. Ну, мы где-то к ней подходим. Где-то слой хороший. Открываемся. Что? Какая? 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 сейчас я включил режим стопс коагуляции поскольку уже прям мышцы надо коагулировать какой режим софт да чтобы нам не рассечь мощный волок и стены не кровит но так на может подтекать и портить визуализацию а визуализация это наше все залог безопасности может тогда все таки провалите оптику сразу бы красиво я еще не услышал там немножко сигнал пропал что я думаю может протереть оптику будет сразу красивее визуализации же это наше давайте заберите нож пожалуйста тоже его пока потрем забрать наш я спирю эту чуть-чуть небольшие остатки крови дым и мы протрем салфеточку можно вот иголку на частенько берем просто вот иголку шприца чтобы как место ватной палочки залезть колпачок и не снимать каждый раз колпачок ну да да мы используем такие эти самые как они называются ушные палочки вот да да мы берем но когда нет закончились там не знаю забыли мы вот так возьмем поставить и раньше мы все время делали так очисты заходим олег борисович давайте пока что мы переключимся к ивану юрьев к ивану юрьевичу в соседнюю операционную а вы пока что тут немножко помойте осмотритесь но не завершайте бизнес с вами да вот мы с вами показываем эффект мы чуть-чуть подворили здесь мелкие сосуды но взяла вот говоря наш сосуды вы когулировали щипцами да 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 щипцами носок коагуляции клипировать ничего так не планирую эффекта в стенке нет видно что здесь грозный выгод стенка да это именно потому что ближе к большой кривизне места выхода перфорантов чистой воды вот эта передняя стенка здесь соответственно меньше перфорантов вот ну и здесь опять и вот появляются малой кривизне ближе поэтому все в анатомии никаких тут таких проблем не вижу мы не заканчиваем но препарат мы приготовили сейчас можно как вы думаете сколько времени займет заживление такого пострезигационного язвенного дефекта по опыту где-то 5-6 5-6 недель можно показать нам с внешней камерой препараты и в продолжении же этого вопроса какие дозы ингибиторов вы назначаете и сколько время 1 дней сейчас я давайте может быть внешнюю камеру вообще подсвечу мне кажется внешней камерой лучше видно даже до подстроиться камеры подстроить да мы немножко подкрашиваем индиго кармином еще это образование она дает вот это как бы объемность лучше выделяется края макроскопически тоже для оценки для красивой фотографии там для презентации но и в обратной связи мы можем лучше оценить вот этот препарат заживление будет 5-6 недель ориентировочно идти дозировка первые три дня как прикрыть течение большая дозировка идет дальнейшем мы снижаем до 80 лечебных до до 80 первые несколько дней дальше мы снижаем 2 по 40 ясно спасибо большое очень интересное конечно очень да и вот здесь такое образование не совсем стандартная с депрессии по сути до пятки тут дискутабельно назвать это язвы или да да берусь как это обозвать правильно потому что назовешь язвы это сразу как начинается разгаршит они эндоскопический вариант действительно были признаки как будто бы глубокой инвазии но тем не менее видите действительно абсолютно был макроскопически по крайней мере интактен посмотрим что скажет морфологи ну что ж спасибо спасибо большое за эту вашу демонстрацию скажите